Итак, приветствую вас, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас праздник, праздник преображения. Я хотел бы вас поздравить с этим праздником, чтобы Господь дал нам эту радость свою неизреченную, чтобы в этот день также прославить Его за то, что Он сделал когда-то там на горе преображения, показав ученикам Своим великую силу, Свою славу, Свою Царствие Своем. Прежде всего я хочу сказать, чтобы, давайте улыбнемся в этот день, просто потому что праздник, потому что просто все здорово. И здорово не потому, что все здорово, а потому что с нами Господь. И мы не одиноки здесь, мы имеем в Боге все, то есть все, что нам нужно. Мы знаем, куда идти, если нам плохо, мы знаем, к кому обращаться, мы знаем того, у кого есть вот эта самая сила великая, которая может все преодолевать и в этом хаосе, может быть, этого мира дать нам утешение, покой и решить наши вопросы, которые у нас есть. Я читаю место Священного Писания, которое говорит нам сегодня о празднике преображения. Это Евангелие от Марка, 9 глава, мы читаем с 1 по 8 стихи. Евангелие от Марка, 9 глава, с 1 стиха я читаю, здесь записаны такие слова. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделали блестающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился Илья с Моисеем и беседовали с Иисусом. При всем Петр сказал Иисусу, Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильеи. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако осеняющее их, и из облака и шел глаз глаголющий, сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Интересное событие, конечно, которое произошло. И у меня первый вопрос, или даже много здесь вопросов, на которые я не очень вижу ответы, хотя будем искать или пытаться найти ответы. Но на некоторые нет ответа. Например, почему Иисус ничего не объяснил ученикам? Потом, почему он взял троих только из них? Почему он именно так это сделал? Ну, если бы он рассказал и объяснил, что я вот сейчас вот это вам покажу, или вы вот это должны увидеть. Хотя он раньше сказал о том, что мы прочитали в первом стихе написано, что есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. То есть он как бы намекнул о том, что кое-кто здесь увидит Царствие Божие. Ну и вот он показывает им Царствие Божие. И мы видим, что Иисус Христос действительно возвел их на эту гору, поднялся, и мы читаем, что преобразился перед ними. То есть не просто перед Богом преобразился, не просто перед Моисеем или Ей, или просто это как бы было такое преображение. Он перед ними, то есть это он специально это сделал для того, чтобы показать ученикам себя в другом виде, то есть в небесном, в Царстве Божием. И для чего же нужно было ученикам обязательно показать это Царствие Божие? Почему ученики должны были увидеть Царствие Божие здесь на земле? Ну неужели они не могли поверить ему? Потому что много говорил, что ибо таковых и Царство Небесное. Он говорил, что блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Небесное. Ну и много говорил о Царстве Небесном. И тут вдруг берет и не только слова, не только там, чтобы они знали, а чтобы они увидели, чтобы они сами своими глазами увидели то Царство, о котором говорит Иисус Христос. И мы видим, что для чего же это они должны увидеть Царствие Божие? Дело в том, что это я так понимаю, то есть здесь Иисус не объясняет, не рассказывает, но вот я, читая Священное Писание, мне кажется, что вот когда мы смотрим на учеников, как они были с Иисусом, они, ну так и написано, что они ожидали, что Иисус станет Царем здесь на земле, в Израиле, и он поставит все на свои места, придет, освободит народ от иго римлян, вот, ну и вообще наведет порядок свой, небесный, и всем будет хорошо. Дальше. Иисус вот своим этим проображением показал им, что его Царство – это не Царство Мира Сего. Он не пришел сюда, чтобы завоевать трон, например, Израильского Царства, сесть на него и управлять здесь земным Царством. Потом он этим преображением, как я понимаю, дал понять, что Царство Божие, вот то Царство Божие, которое он показал, оно намного выше несравненно с тем Царством, которое здесь ему предлагалось. И вообще, Царство земное, быть Царем Израиля – это ничто по сравнению быть в Царстве Божьем. И он показал, что такое Царство Божие, и я думаю, что ученики, когда посмотрели, что, как он выглядит, и что из себя представляет это Царство, и представили из себя его на троне, там, Израиля, то этот трон Израиля – ничто по сравнению с этим Царством Божиим, где он является Царем на самом деле. И, знаете, что я думаю, что через это событие, или через это откровение, через это событие Иисус показал, что жизнь на земле, то, что он среди них жил, вот это неестественная жизнь, для него ненормальная. Для него нормальная жизнь – это небесная. Он не просто один из них, он не просто хороший друг, он не просто хороший там, ну, учитель, но он не от мира этого, он от вот того мира, который он им показал. И, как бы сказать, я думаю, ученики должны понять, что он здесь, на этой земле, просто смирил себя, чтобы стать похожим на них, чтобы стать таким, как они, но для него это ненормальное явление, это просто его смирение такое, а на самом деле он царь своего небесного царства. Дальше мы читаем, что Иисус сказал, что они должны увидеть Царствие Божие, причем Царство Божие в силе должны увидеть, не просто Царствие Божие, где-то так издали посмотрели, сказали, ах, как здорово, хорошо, а Царство Божие в силе. Знаете, вот я просто так рассуждаю и думаю, для чего им нужно было вот силу Божию увидеть. И думаю, что возможно, что они видели Иисуса часто в немощи, здесь на земле в немощи. Да и проповедовал он, а знаете, блаженные нищие духом, то есть блаженные кроткие, там, смиренные, там, и так далее, и так далее. И они думали, что вот Иисус, ну, такой лидер, ну, достаточно такой, ну, слабенький. И в истории они знали, что приходил Февда, который завоевал людей, там, организовал их. Другие приходили, которые, это, и, знаете, была, наверное, был риск, или была, как бы сказать, тревога о том, что Иисус тоже может что-то с ним случиться. Но оно так и произошло почти. То есть мы видим, что его жизнь была даже здесь в немощи, в каком плане? То есть несмотря на то, что он исцелял больных, изгонял бесов, но он часто убегал даже от людей мира этого. То есть от книжников, от фарисеев, от первосвященников, потому что они, видя, что он делает, они хотели его даже убить, и он убегал, то есть уходил от них, чтобы не связываться с ними, и чтобы не было этой стычки. Вот, потому что, говорит, не пришел еще, не пришло мое время, и он уходил. До самого детства, вы знаете, что ему убегать приходилось в Египет от Пилата, да, который хотел его уничтожить. Да и вообще вся его жизнь вот такая была, ну, простого такого человека, который, ну, как и мы, все были обложены немощами, как написано, да. Дальше мы видим, что Иисус показывал им, что это видимость только его слабости. Да, это вроде как людям казалось, что вот он слабоватый в этом плане, да. Более того, когда его взяли в Гефсиманском саду, что они думали, что вот сейчас он может от них освободиться, одним мановением Петр думал сейчас своим мечом поорудовать здесь, защитить его, сейчас все станет на свои места. А он им сдался, говорит, ну, нате, берите меня, настал час, берите. Вот, и они повели его. Потом они смотрели и видели, там, по крайней мере, те, кто был во дворе первого священника, видели, какой он был избитый, израненный, как над ним смеялись. И он весь, вся немощь вот эта, знаете, вся, вот на себя он взял всю человеческую немощь. И он выглядел как очень-очень немощный, потому что действительно взял на себя эту немощь. И когда его пригвозили ко кресту, и когда он умер на Голговском кресте, все, вот эти надежды на его земное царство, на его величие, на его силу, на его власть, на то, что они будут вместе с ним, знаете, у них рухнуло. Они хотели быть один по левую сторону, другой по правую. Они уже делили портфели в будущем министерстве, которое будет возглавлять Иисус. Ну и так далее. Помните, двое шли в Маус. Они сказали такие слова, «А мы думали, что он тут восстановит царство Израиля». То есть вот они думали и разочаровались. Знаете, вот Иисус здесь вот на горе преображения, как говорят эту гору, называют гора Фавор, вот он показал им, что царство Божие в силе, и он великий царь. И то, что на земле с ним происходило, это просто добровольно он это сделал ради нас с вами. Вот эту немощь он взял добровольно, не будучи сам немощным. Он был очень сильный, и он имел всю власть от Бога. Он сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Помните, то есть он сказал, что вообще ему ограничений нет. Он мог бы в любой момент стереть с лица вообще все человечество, вообще всю вселенную. Мы знаем, что по его слову вся вселенная образовала. И он так же точно мог бы остановить все это. А он пошел на то, чтобы взяли какие-то там, наложили руки, связали ему руки, взяли терновый венец на голову, да еще палками били по голове, и эти колючки, чтобы сильнее впивались в его святое чело. Друзья мои, и вот здесь мы видим, что ученики, вот эти трое учеников, видели его в Царство Божие в силе. Понимаете, вот те два, два великих мужа Божьих, очень авторитетные в Израиле, это Моисей и Илья, то есть они лично их не видели никогда, вот, но знали о нем. История говорит, что это были величайшие мужи в истории Израиля. И вот мы видим, что здесь Иисус преобразился, и явились эти величайшие мужи, подтвердив собою, что этот Иисус, это тот, который имеет силу и власть, и что эти мужи Божьи пришли и преклонились перед ним, они беседовали с ним, и мы видим, что Иисус был действительно великий князь своего Царства. Более того, мне хотелось бы подчеркнуть особенно ту мысль, что на этой горе после этого преображения, после того, как он показал ученикам Царствие Свое, причем как он показал, ну, если так взять, сравнить, что взял вот замочную скважину, заглянул и посмотрел, что же там троится. Он не показал все Царствие Свое, он только просто показал себя в этом Царстве, как его лицо преобразилось, как его одежды преобразились, как он весь стал сиять, совершенно он стал, ну, другим, вот, то есть небесным, вот этим святым, не то, что он ходил в человеческой одежде, не то, что вот он был как человек, а показал его как Царь в своем небесном Царстве. Понимаете, вот это величие перед людьми они увидели на горе преображения. Но мы видим, что этот великий Царь, этот Иисус, который действительно велик в силе и славе своей, как бы заканчивается фильм и говорит, все, пошли, пошли назад. Куда назад? Давай кущи здесь построим, здорово же, здесь хорошо, Иисус, зачем тебе идти туда? Там за тобой охотятся, там тебе, ну, мягко говоря, не очень рады. Давай здесь, вот это, вот здесь и будем. Они готовы, наверное, были бы всю вечность здесь провести, потому что здесь было хорошо. А Иисус говорит, хватит, помечтали? Ладно, пойдемте. И спускается с горы, сам спускается, и с ним его ученики. Знаете, вот в этом жесте его я вижу вот это милосердие и наше с вами спасение. Если бы он там остался бы, знаете, навсегда преображенный Иисус, навсегда небесный Иисус, не дошедший до Голгофы, до Гефсимании, до Креста, ну, на этом бы все и закончилось. Люди бы узнали, бы увидели, но спасение бы не получили. Но мы видим, что Иисус спускается с горы, спускается, оставив ту славу там, спускается в этот мир, где действительно, что, грех, где боль, где эти больные, где одержимые, где первосвященники, которые скрежещат зубами, где эти люди, которые, ну, просто не приемлют его как Бога, как Спасителя, как Мессию, да, и он идет все равно к ним. То есть добровольно спускается с неба на землю. То, что он пришел как младенец однажды, да, мы знаем, что тоже как в нищете, вот как маленький младенец, мог бы прийти как царь, как господин, он пришел как младенец. И сейчас второй раз он снова является народом, снова возвращается к этому народу со своего, скажем так, небесного царства. Вот тот кусочек небесного царства на горе Фавор, он оставляет его и спускается вниз, чтобы дальше продолжать свою миссию. Друзья мои, он сошел вниз, чтобы продолжить свое дело и спасти тебя и меня, чтобы доделать это дело и чтобы дойти до Голгофы. Дойти до Голгофов. Он должен был дойти до Голгофов. И он это знал, и он пошел на это сознательно. Но что сегодня мне и вам, вот какой урок извлечь из этого события? Ну, первое. Знаете, вот ученики, побыв на этой горе, они увидели то царство, которое проповедовал Иисус. То есть, увидели немного там, не в полном объеме, но так маленький-маленький кусочек. То есть, не огромный огонь, а маленький огонек этого царствия Божия. И я думаю, я верю в это, что это запомнилось на всю жизнь. И они поняли, что такое царствие Божие. И к чему призывал Иисус. И к чему он их готовил. И какая перспектива их жизни. И у них после этого, я так понимаю, по себе просто сужу, что это осталось как мечта, чтобы снова войти в это царствие Божие. Просто, почему я говорю о себе, что я думаю, не только я, многие из нас испытали вот это счастье и блаженство такого особенной близости с Богом. Когда Бог стал настолько близким, когда Бог настолько вот приблизил нас к себе, что это было счастье, которого просто невозможно передать. И потом оно, конечно, заканчивается. Приходится снова идти в этот мир. Но вот я помню по себе, что когда вот это счастье близости с Богом, когда оно ушло, я долго плакал, долго метался. Я хотел, чтобы все время так было. Я понимал, что вот то счастье, которое он дал, это настоящее счастье. Это настоящее христианство. Это то, к чему тянется моя душа. Это то, ради чего я готов все оставить, чтобы быть в этом Царстве Божьем. Но он говорит, хватит, посмотрел, побыл, а теперь иди туда, в этот мир, иди, иди, дальше я покажу тебе, что делать. Я когда разбирался с этим, и думал, почему это ушло? Почему я больше так не вижу Иисуса, как видел тогда? Почему больше у меня нет этого состояния, что я нахожу в Царстве Божьем? Почему, Господи, почему? И ответ мне пришел, когда я читал книгу «Путешествие Пилигрима». Как там христианин показывает этому путешественнику и говорит, дорогу показывает, говорит, вон видишь, вон там далеко огонек. Вот иди так, чтобы этот огонек был всегда перед твоим взором. Знаете, я сразу все понял. Знаете, вот этот огонек, то есть, когда мы на одну секунду побыли в Царстве Божьем, когда мы на одно мгновение ощутили счастье этого Божьего Царства, когда Он дал нам вот чуть-чуть, как бы сказать, не знать об этом Царстве, а быть в этом Царстве, то есть, побыть, то есть, увидеть своими глазами, своим сердцем ощутить. И вот, когда ты теперь это знаешь, ощущение, как оно должно быть, дальше ты идешь в этом мире, его у тебя нет, но у тебя остается память. Память об этом, что это было. Более того, остается мечта. Я хочу снова туда вернуться. Я хочу снова в это Царство, потому что без него мне плохо. Это теперь становится целью смысла моей жизни. Говорит, вот видишь, ты теперь знаешь, что такое Царство Божьем. Вот иди так, чтобы оно всегда было перед твоим взором. Иди и мечтай о нем. Иди, и пусть эта мечта тебя приведет в это Царствие. Но вы знаете, что если идти, как этот путешественник шел к этому огоньку, там то горы, то долины, то опять горы, то опять долины. Знаете, когда поднимаешься на гору, тебе хорошо, и ты видишь этот огонек, говоришь, ой, классно, все здорово, Господи, спасибо тебе, благодарю тебя, что я могу тебя видеть. Да, у меня цель ясна, все, вперед, я иду, спасибо тебе. А когда спускается в расщелины скал, когда спускается в эту долину, когда этот огонек скрывается за очередной вершиной, и ты не видишь этой цели, когда мрак сгущается под тобой, когда тебе кажется, что сумрак надвигается, ночи, и тебе тут темно и страшно, и думаешь, Господи, где ты, где ты, я же этот ориентир, я потерял, я знаю, что он есть, но я сегодня его не вижу, Господи, помоги. И потом снова забирается на очередную вершину, на очередной хребет, на очередную гору, и опять видит перед собой этот огонек, и опять следует вперед. И такая наша жизнь, знаете, то мы поднимаемся, все на фавор, видим Иисуса, видим цель, видим свое призвание, видим то, к чему нас Господь ведет, да, то временами это все скрывается, и идем на ощупь. И вот здесь проверяется наша вера. Вот там, когда темно, вот там, когда не видно этого света, как ты себя ведешь? Опускаешь руки, падаешь, и говоришь, а, все как, знаете, дети капризные, ногами, руками, дергаешь, все, мне плохо, не хочу, не могу. Нет, дорогие, взрослые люди так не делают, они понимают, что для того, чтобы снова увидеть этот огонек, надо подниматься на гору, надо снова идти, когда тебе плохо, когда ты ничего не видишь, когда ты ни во что веришь, ты знаешь, что ты видел, ты знаешь, что там есть этот огонек, и будешь идти, и невзирая ни на что, преодолевая трудности, стараясь, карабкаясь, может быть, падая, поднимаясь, и снова-снова идти к этой цели. Друзья мои, для меня, например, вот это преображение Иисуса Христа показывает, или как бы напомнило мне, что однажды Иисус в моей жизни тоже, а так взял, поднял на эту гору преображения, просто вот, не знаю, по своей милости, по своей любви, показал это счастье, присутствие свое, какой он великий Бог, какой он добрый, какой он, какой он просто, и передать невозможно словами, как тут мы читаем, что и одежда блестающая, и лицо его сияло, то есть вот этот сияющий Иисус, он только в нашем сердце, здесь жизни мы не видим, потому что его унижают, сейчас не очень он тут, в нашем обществе востребован, вот, но мы знаем этого Иисуса, вот этого сияющего Иисуса, сильного в славе своей, в силе своей, и он однажды возьмет нас к себе, и вот тогда мы скажем ему спасибо за то, что ты не просто нам говорил о царстве своем, а дал вкусить его, то есть кусочек откусить, то есть чуть-чуть вот попробовать на себе это царство, а это много стоит, одно дело, когда знать, говоришь, ну вот там так, там хорошо, там хорошо, там хорошо, это один вопрос, а когда ты увидел, как это хорошо, когда ты сам побыл в этом царстве, пусть какие-то там короткие минуты, но ты побыл, ты знаешь на себе, что это такое, друзья мои, я желаю, чтобы каждый из вас испытал вот это счастье, близости с Богом, чтобы вот этот фавор всегда был перед нашим взором, вот это царствие Божие, и Иисус в силе своей в этом царстве Божьем, чтобы всегда был перед нашим взором, и поэтому ничего не страшно, ну что происходит, какие проблемы, болезни, лишения, там люди плохие, что еще там, ну все, что в жизни может быть плохо, мы знаем, что все равно мы с Иисусом, и он все поможет преодолеть, потому что он имеет всю силу, всю славу, и победа за ним, поэтому желаю вам благословения от Бога, радости, и пусть этот праздник сегодня наполнит наши сердца вот этой радостью, вспомнить свои отношения с Богом, может быть вспомнить минуты этого сладкого общения с Ним, когда Он давал это счастье, когда мы могли просто расслабиться, и, не знаю, плакать перед Ним, или смеяться, или просто, ну просто восхищаться им, и чтобы всегда вот это было перед нашим взором, а Он доведет. Ему слава за все. Аминь. Благослови вас Господь еще раз с праздником преображения Господня.